Какие нормы бывают к электронагревательным приборам? Пожирные проводят профилактическую беседу с владельцами участков коллективного сада номер 62. Напоминают, как правильно пользоваться электроприборами и что делать в чрезвычайной ситуации. Но здесь этим никого не удивишь. Только за этот год в саду сгорело 13 домов. У нас от председателя коллективного сада номер 62 города Перу-Уральска поступило письменное заявление для проведения профилактических мероприятий по пожарной безопасности в связи с частыми возгораниями на данном коллективном саду. Жители возмущаются. Произошло уже столько случаев, а надзорные ведомства бездействуют. Специалисты во всем винят электропроводку. Версию с поджогом никто не рассматривает. Люди обратились в полицию. Но и там развитие это дело не получило. Отказали в возбуждении уголовного дела. Вот так. Почему? А эксперты есть вывод, да? Ну там, да, у вас. Может это же не мы ставим? Обжалуйте. Обжалуйте. Видно же, что поджог. Как вы видите это? Люди рассказывают, все случаи пожаров похожи. Но настораживает это, видимо, только владельцев участков. Возгорание происходит каждые 20 дней. Загорается и дом, и в основном ночное время, где-то в час ночи. Выгорается пол в середине комнаты. Так произошло с 12 домами. И везде экспертиза показала самовозгорание. Только на 13-й случай закрались подозрения. Последний сгоревший дом, по словам хозяйки, сначала обокрали, а потом сожгли. Мы сказали, что вас поджог. У нас даже видно, прямо дыра такая у нас была. Мы думаем, поджог больше кто. Если же будет уже 13-й дом наш, как еще? Летом мы уходим. У нас, то есть не уходим, а занимаемся электрическим всем. Никто ничего не горит. Как только ушли, вот в октябре началось. Местные жители уверены, все эти дома сгорели не случайно. И проводка, мол, здесь ни при чем. Провода идут через крыши, а загорается, как правило, пол. Причем поджигатель, думают, кто-то из своих. Как сберечь имущество, люди не знают. И вместе с дознавателями ждут результатов экспертизы по последнему сгоревшему дому. Очень надеясь, что версия поджога подтвердится. И дело сдвинется с мертвой точки.